я хочу сделать сумочку шириной 24 сантиметра и высотой 15 сантиметров коэффициент усадки я возьму они на 4 сумочка моя будет достаточно плотная и сильно усаживаться она не будет поэтому я мои мерки 24 умножаю на 14 получаю 33 и по высоте 15 умножить на 11 14 получаю 21 я буду делать сумочку с клапаном поэтому чтобы построить шаблон я начерчу прямоугольник высота его равна 21 умножить на 2 это 42 и ширина 33 я начерчу на подложке под ламинат прямоугольник 42 на 33 и затем закруглю его краешки одинаково всех сторон вот такой мне получился шаблон 42 на 33 на этой части мы разложим основу сумочки а здесь будет клапан вот эту серую стеклянную органзу я выбрала для декора моей поясной сумочки органза это синтетическая она очень упругая прозрачная и блестящая как стекло поэтому я ее называю стеклянная из нее мы будем делать фактуру декор на клапан сумочки на органзу я укладываю мой шаблон и вырезаю отступая от края шаблона примерно 3 сантиметра вырезаем кусочек органзы именно такого размера потому что она сожмется ее хватит как раз чтобы закрыть клапан сумочки дальше нам понадобится мат для валяния или просто кусочек поролона и иголочки для валяния я связала резиночкой несколько иголок вместе толщина иголок здесь не имеет значения теперь органзу я кладу на поролон и протыкаю иголочками много-много раз чтобы нарушить структуру органзы органза у нас очень плотная скользкая и поэтому чтобы шерсть могла проникнуть нам нужно сделать такие дырочки и немножечко повредить структуру ткани органза сразу начинает зафактуриваться и чтобы работа шла быстрее можно сложить ее в несколько слоев и протыкать все сразу будьте только очень осторожны с пальцами потому что укол иголкой очень болезненный хорошенько проходимся также по краешкам и уголочкам шаблон но я складываю пополам и укладываю сверху мой фактурный кусочек органзы оставляю припуски примерно 3 сантиметра и остальное обрезаю повторяя форму шаблона теперь я переворачиваю мой кусочек органзы вверх той стороной где образовались затяжки и теперь вдоль ее краев я укладываю тонкие-тонкие облачка шерсти полосочку такую шириной примерно 2 сантиметра и протыкаю иголочкой это поможет краешкам нашей стеклянной ткани хорошо приваляться для этой сумочки я выбрала меринос в ленте толщиной 22 микрона вы можете работать и с любой другой шерстью ленте толщиной где-то от 18 до 26 микрон мне понадобится около 80 грамм теперь разложим основу сумочки на пупырчатую пленку я укладываю мой шаблон и делаю раскладку мы будем делать ортогональную раскладку вдоль и поперек первое я раскладываю горизонтальный слой шерсть слегка выходит за края шаблона справа и слева сверху и внизу она не выходит дальше выкладываю вертикальный слой теперь шерсть выходят за края шаблона снизу и сверху примерно на 3 сантиметра слои я выкладываю плотные и непрозрачные дальше раскладку я смачиваю хорошенько теплой мыльной водой из леечки. Накрываю пупырчатой пленкой пупырышками вниз и прижимаю хорошенько руками. Теперь прохожусь виброшлифовальной машиной через пленку, буквально минутку жужжу в поверхности. Теперь переворачиваю все справа налево, снимаю пленку и заворачиваю краешки шерсти вверх, прилепляю их к шаблону. Стараюсь хорошенечко расправить все складочки в уголках, чтобы не получилось лишнего уплотнения. Постарайтесь, чтобы шерсть хорошенечко обняла край шаблона. Можно промокнуть старым полотенцем лишнюю воду и теперь раскладываем шерсть на эту сторону шаблона. Здесь у нас уже сделаны хорошие припуски шерсти, поэтому, чтобы излишне не утолщать края, я стараюсь шерсть выкладывать уже практически в край шаблона, не выходить сильно. Выкладываю сначала горизонтальный слой и затем вертикальный, такой же толщины, как я выложила их на другой стороне шаблона. Теперь раскладку смачиваю, накрываю пленкой и прохожусь шлифмашинкой. Теперь все переворачиваем справа налево и загибаем вылезшие кончики шерсти наверх. Теперь займемся оформлением клапана сумочки. На ту часть, где у меня будет лежать органза, я выкладываю тонкие облачка сухой шерсти, чтобы органза лучше привалялась. Укладываю мою заготовочку из органзы, так, чтобы краешки ее выходили примерно 3 сантиметра за края шаблона. И теперь вот этот срез закрываю прядочками шерсти, укладываю их по диагонали сначала в одном направлении, а потом второй сверху перпендикулярно. Разложенную шерсть я смачиваю и теперь выкладываю еще два слоя, чтобы моя сумочка получилась плотная и формоустойчивая. Один слой выкладываю горизонтально, кончики шерсти здесь немного выходят слева за края шаблона и заканчивается слой там, где начинается органза. И второй слой раскладываю вертикально. Смачиваю, накрываю пленкой и прохожусь шлифмашинкой через пленку. Переворачиваю раскладку и теперь загибаю кончики шерсти наверх. Припуски органзы также заворачиваю, и прилепляю их к раскладке. Здесь мне помогает шерсть, которую я заранее набила иголочкой на эти припуски. Стараюсь расправить все складочки, особенно в уголочках. Смотрите, чтобы органза легла аккуратно. Теперь припуски я закрываю шерстью, стараясь разложить ее так, чтобы она уже не выходила за края моего клапана, но чтобы все припуски органзы были хорошенько закрыты шерстью. Фиксирую все водой и теперь выкладываю еще два слоя шерсти на правую половину шаблона. Мы укрепили нижнюю часть сумочки с одной стороны шаблона и теперь делаем точно так же и со второй стороны. Один слой выкладываю горизонтально и второй вертикально. Таким образом, на нижней части сумочки у нас получается четыре слоя шерсти, а на клапане по два слоя. Смачиваю раскладку, прижимаю через пленку и шлифую. Теперь все переворачиваю и вылезшие краешки шерсти заворачиваю наверх. Дальше я работаю виброшлифмашиной прямо по мокрой раскладке. Шлифую хорошенько часть, где у нас клапан и нижнюю часть сумочки также нужно хорошенько прошлифовать. Лишнюю воду я убираю полотенцем. Теперь нужно разложить заготовки для шлевок. Мы сделаем две полосочки войлока на задней стороне сумки, через которые потом будет продеваться ремень. Я раскладываю два прямоугольничка высотой примерно 7 сантиметров. Сначала горизонтально, а затем вертикально, выходя за края прямоугольника примерно на 3-4 сантиметра, вверху и внизу. Теперь центр прямоугольничков я смачиваю мыльной водой. Накрываю их пленкой и слегка шлифую машинкой. Теперь пленку снимаю, можно слегка промокнуть их полотенцем. Теперь вертикальные края шерсти заворачиваю наверх и приклеиваю, так чтобы у нас получились такие полосочки шириной примерно 5 сантиметров. Теперь из пупырчатой пленки я вырезаю два блокиратора величиной 6 на 8 сантиметров. И теперь я приклеиваю мои блокираторы на раскладку, отступая примерно 3-4 сантиметра от границы органзы и примерно 2 сантиметра от боков сумочки. Проверяю сантиметром, чтобы блокираторы лежали симметрично. Теперь поверх блокираторов я укладываю мои заготовки для будущих шлевок. Отступаю примерно 3 сантиметра от боков сумочки. Проверяю сантиметровой линтой, чтобы мои шлевки лежали симметрично. Чтобы шлевки держались хорошо, я сделаю еще такие закрепочки, разложу поперек тонкие прядочки шерсти. Еще раз смачиваю и фиксирую все шлифмашинкой. Потом прохожусь еще хорошенько шлифмашинкой по всей поверхности сумочки, такими притирающими движениями стараюсь двигать машинку от краев к центру. И дальше притираю сумочку руками в разных направлениях. Лучше одеть перчатки, чтобы защитить руки. Прорабатываю так шлевки, клапан и притираю сумочку со всех сторон, хорошенечко с нажимом. Дальше я сумочку сворачиваю в плотный рулончик и катаю ладонями тоже с нажимом на рулон. Покатала я ее так вдоль, разворачиваю, расправляю и сворачиваю теперь сумочку поперек и опять катаю и массажирую с нажимом. Сумочка начинает усаживаться и шаблоны внутри становится тесно, нам нужно его достать. С помощью сантиметра я нахожу середину сумочки и ставлю булавочки по краям. Теперь от середины сумочки поднимаюсь вверх в сторону клапана с органзой примерно на 4-5 сантиметров и примерно в середине ставлю еще одну иголочку. Теперь через эти меточки рисую дугу и разрезаю вылок острыми ножницами, стараясь не повредить шаблон. Теперь иголочки убираю и этот круглый край заправляю внутрь, формируя ровный сгиб притираю его ладонью. Теперь достаю осторожно шаблон из клапана и потом из нижней части сумочки. Притираю хорошенько все обрезанные краешки на клапане сумочки, внутри и по бокам. Добавляю горячую воду и с нажимом притираю. Теперь нужно сумочку увалять, уплотнить и уменьшить в размере. Я поливаю ее кипятком, скручиваю в плотную трубочку и катаю с нажимом в разных направлениях. Лишнюю пену отжимаю. Снова поливаю кипятком, сворачиваю поперек и опять катаю. Сумочка уваливается, уплотняется. Мне нужно придать ей красивую форму. Я вкладываю внутрь руку и добавляя мыло, притираю донышко и формирую такие красивые круглые бока. И так продолжаю уваливать до готовности. Чередуя эти движения, катаю в разных направлениях и вкладываю руку внутрь, формирую донышко и бока сумочки. Когда сумочку я уваляла до нужного мне размера, я хорошенько выполаскиваю ее от мыла, отжимаю ее в полотенце и теперь выправляю краешки, расправляю хорошенько сумочку, придаю ей красивую форму и оставляю сушиться. Если какие-то складочки органзы не привалялись, здесь поможет нам иголка с ниткой, я делаю незаметные стежочки, пришиваю органзу к войлоку такими маленькими незаметными закрепочками. И моя сумочка готова. Вот такая сумочка у меня получилась. Вот такая вот фактура на клапане. Сзади ушки. Сюда я пришила кнопочку. Выберите хорошие прочные нитки, чтобы кнопочка ваша хорошо держалась. И теперь вот в эти ушки шлевки я вставляю ремень. Если вы планируете носить вашу сумочку поверх верхней одежды, поверх пальто или кардигана, то рекомендую вам выбрать широкий ремень. И дальше можно его носить поверх свитера, например. Также такой сумочкой можете дополнить валеное пальто или, например, вязаный кардиган. Тоже будет смотреться хорошо. Музыка 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 Музыка